Мы разбираем простейшие задачи ЕГЭ по математике с B1 по B15 и сейчас мы решим задачу типа B2. Кислый маринад для консервирования овощей содержит 24% столового уксуса. Это 10% раствор уксусной кислоты. То есть что такое столовый уксус? Это 10% раствор уксусной кислоты. У хозяйки имеется уксусная эссенция. Это 80% раствор уксусной кислоты. То есть что такое уксусная эссенция? Это 80% раствор уксусной кислоты. Сколько процентов уксусной эссенции должно содержаться в аналогичном маринаде? Давайте для начала посмотрим какие вещества у нас вообще фигурируют здесь. То есть кислый маринад. Давайте кислый маринад будем записывать в дальнейшем как просто маринад. Кислый не будем писать. То есть маринад у нас фигурирует. Далее какая еще жидкость есть у нас? Какое вещество еще? Столовый уксус. Столовый опустим, просто уксус. То есть маринад. Далее уксус. Что еще? Уксус составляет 10% раствор уксусной кислоты. Значит кислота. Понятно что уксусная. И 80% раствор уксусной кислоты. Это составляет эссенция. Значит эссенция еще есть у нас. То есть у нас по сути дела 4 вещества. Маринад, уксус, кислота и эссенция. И нам надо разобраться от чего составляет сколько процентов. То есть сколько процентов в данном случае составляет маринад от уксусной эссенции. Маринад от уксусной эссенции. Давайте начнем со следующего. То есть кислый маринад содержит 24% столового уксуса. Так и запишем. Маринад. То есть маринад. Маринад составляет. Это значит равен. Маринад это. Что это такое? Это 24%. Это 24%. Так и запишем. 24% от чего? От столового уксуса. То есть 24% от чего? Столового уксуса. Давайте запишем. Столовый уксус. Ну мы договорились столовое слово опускаем. Пишем уксус. Уксус. То есть у нас получается маринад равен 24%. Вот тут формально как бы стоит значок умножения. То есть как бы умножим. 24% надо умножить на уксус. Почему? Потому что чтобы найти 24% от уксуса, нужно что сделать? Нужно перевести 24% в дробь десятичную. Ну или обычную дробь. То есть это в доли перевести. Чтобы перевести в дробь, нужно запятую перенести на два знака влево и умножить на количество литров уксуса. То есть у нас получается 0,24 умножить на количество в литрах уксуса. Но нам нет смысла переводить сейчас проценты в доли. Почему? Потому что у нас все необходимо найти в процентах. Итак, мы записали первое предложение следующим образом. То есть уксус это 24%, то есть маринад это вот сразу покажу. То есть маринад это 24% уксуса. Смотрим, что нам еще дано. Нам сказано, что что такое уксус? Уксус составляет, это представляет собой 10% раствор уксусной кислоты. То есть уксус это 10% раствор кислоты. Так и запишем. То есть пишем уксус. Уксус это 10% раствор. То есть пишем равен 10% чего? Кислоты. То есть уксус равен 10% кислоты. Пишем кислота. Кислота. Теперь идем дальше. У хозяйки имеется уксусная эссенция. Сказано, что уксусная эссенция это 80% раствор уксусной кислоты. То есть так и запишем. Эссенция. Давайте. Значит, например, так можно записать. Эссенция. Эссенция. Это что такое эссенция? Это 80% раствор. То есть это 80% чего? От кислоты. От кислоты. Кислота. То есть у нас получается вот такая связь. Эссенция. Это 80% чего? Кислоты. Ну и теперь нам осталось только все вместе собрать, учесть и посчитать то, что нам нужно. То есть вот это мы записали то, что нам дано. По сути дела. Теперь давайте посмотрим, что нам нужно. Нам нужно узнать, сколько процентов уксусной эссенции должно содержаться в аналогичном маринаде. То есть надо посчитать, чему равен маринад. Сколько процентов от уксусной эссенции составляет маринад. То есть так и запишем. То есть нам необходимо посчитать маринад через эссенцию. Пишем маринад. Маринад. И начинаем переходить от маринада вот к этой эссенции вот с помощью вот этих формул связи. Смотрим. Что такое маринад? Маринад, пишем маринад, равен 24% уксуса. Перепишем число 24. 24%. Теперь смотрим. Уксус. Посмотрите, что получается. Вот этот уксус. Вот он, этот уксус. А что такое уксус? Уксус это 10% кислота. 10% кислота. Значит можно вместо уксуса вот сюда. Вместо уксуса. Вот эту 10% кислоту подставить. То есть вместо уксуса мы подставим то, чему он равен. Вот мы подставим вместо уксуса 10% кислоты. То есть уксус равен 10% кислоты. Поэтому мы так и сделаем. То есть мы вот сюда сейчас уксус писать не будем. 24%. А умножим. И вот я уже говорил формально умножение идет, если перевести в доли. Так вот мы теперь 24% умножим вот на этот уксус. А это то же самое, что 10% кислота. Значит мы вместо уксуса запишем 10% кислоту. Так и запишем. То есть умножить на 10% и теперь пишем кислота. Чего? 10% кислоты. Мы заменили уксус на 10% кислоты. Кислота. Далее пишем равно. Теперь смотрим дальше. А что такое кислота? Есть ли у нас связь кислоты с эссенцией? Связь кислоты есть. Но только кислота в явном виде не выражена. Посмотрите, вот где кислота у нас. Значит нужно отсюда в явном виде выразить кислоту. Что нам мешает? Нам мешает 80% рядом с кислотой находятся. Значит мы разделим обе части данного равенства на 80%. Разделим на 80%. Или можно сказать умножим на 1,8. Как это будет выглядеть? Посмотрите как. Вот данное равенство мы умножим на 1,8. Давайте сразу посмотрим, что у нас получится. То есть мы умножаем на 1,8. Тогда у нас получается... Сначала с правой части начнем. Посмотрите, вот с правой части начнем. Хотя можно и слева. Ладно, давайте слева. Значит и так. 1,8. У нас получается 1,8. На что мы умножаем? На эссенцию. То есть мы пишем 1,8 эссенции. То есть мы пишем 1,8 доля эссенции. 1,8 умножить на эссенцию. Эссенция. Равно чему? Теперь правую часть на 1,8. Это все равно, что надо разделить на 80. 80, 80 мы сокращаем. И получается у нас... У нас получается 1,8 эссенции. Это не что иное, как кислота. Это равно кислоте. Так и запишем. То есть это кислота. Кислота. Это у нас кислота. Да, давайте, наверное, чтобы кислоту найти в чистом виде, чтобы у нас единицы измерения еще совпадали. Хотя это не обязательно, но тем не менее. Вот смотрите, мы давайте разделим на 80% кислоты. То есть вот здесь тогда у нас будет в процентах. А здесь тогда, посмотрите, когда мы на 80% правую часть поделим, у нас тогда сократятся и проценты, и число 80. То есть у нас получится просто кислота. Единица кислоты. То есть получается кислота. Ну и теперь нам осталось сделать только лишь подстановку вместо кислоты. Подставить вот сюда окончательное наше равенство. 1,8 эссенции. То есть вот эту 1,8 эссенции мы должны вместо этой кислоты сюда подставить. Тогда у нас в итоге получается следующее равенство. Следующее равенство. То есть вот вместо этой кислоты мы подставляем то, чему она равна. Вот она чему равна. 1 разделить на 80% эссенции. Тогда у нас получается так. Равно 24% умножить на 10% мы переписываем. Далее умножим на 1,8. Это все равно что разделить на 80%. И что мы должны подставить? Эссенцию. То есть почему? Почему? Потому что это 1,8 чего? Эссенции. Так и запишем. Эссенция. Эссенция. Равно. Ну и теперь нам осталось только найти это число в процентах. Как мы можем это сделать? Например, во-первых, проценты одни здесь и здесь сокращаются. Во-вторых, на десятку мы можем поделить. То есть получается по одному нолику мы зачеркнем. И у нас останется 24% разделить на 8. 24 разделить на 8 будет 3. Получается 3 и чего смотрим? Процента. То есть у нас даже проценты здесь, единицы измерения совпали. То есть у нас получается 3% чего? Эссенции. То есть пишем эссенция. Умножить на эссенцию. Эссенция. Таким образом, что мы получили? Давайте посмотрим. Мы получили, что маринад, вот он слева у нас был, составляет 3% эссенции. А нам как раз и нужно было это найти. Нам нужно было найти, сколько процентов уксусной эссенции содержится в аналогичном маринаде. То есть мы видим, что в маринаде содержится 3% эссенции. Ну и теперь осталось только записать это число в ответ. То есть в ответ мы запишем число 3. Ответ. Число 3. 3%. Задача решена.